14 июня, Всемирный день донора крови. В нашей стране этому вопросу уделяется пристальное внимание, и все больше людей добровольно принимают участие в различных акциях. В Республиканском центре переливания крови состоялась церемония вручения нагрудных знаков почетный донор Республики Узбекистан. Репортаж на тему в продолжении. Слово «донор» происходит от латинского «donare» — «дарить». Что может быть лучшим подарком, чем продление жизни? Согласно нормам, принятым в мире, для удовлетворения потребностей населения в крови на тысячу человек должно приходиться 30 и более доноров. В разрезе получения компонентов эта пропорция выглядит так — 10 человек на тысячу жителей. Узбекистан постепенно приближается к этим показателям. К примеру, в прошлом году медицинскими учреждениями страны было поставлено 113 тонн качественной крови. По мнению специалистов, это неплохой результат. В то же время потребности растут, особенно в связи с тем, что в последние годы в республике налаживается практика проведения сложнейших и уникальных операций, в том числе трансплантации органов. В данном контексте интересы государства и общества полностью взаимодополняются. Подтверждением этому стала благотворительная акция «Сдай кровь и подари жизнь», в которой приняли участие представители министерств, ведомств, местных органов управления. Заметим, что те, кто минимум 40 раз сдал кровь, а также 60 раз ее компоненты, считаются почетными донорами. Таким людям выражается большая благодарность за их добрую волю и осознание своей гражданской позиции. Сегодня в республиканском центре по переливанию крови им были вручены нагрудные знаки «Почетный донор Республики Узбекистан», а также единовременная денежная премия. «На протяжении 9 лет я регулярно сдаю кровь. Почитали? Оказывается, 42 раза я уже становился донором. Большое спасибо, что отметили, наградили. Сложно ли это? Я скажу честно – нет. Наоборот. Чувствуешь себя хорошо? Что такое давление? Не знаю. Я и своим детям советую сдавать кровь. Отметим, что были и те, кто впервые сдают кровь, дабы помочь своим родственникам. Напомним, что службы крови, обеспечивающие доступ пациентов к достаточным запасам безопасной крови и ее продуктов, являются ключевым компонентом эффективности системы здравоохранения в целом. Но их функциональное состояние во многом зависит от общественной поддержки. Сдать частичку себя, ради чьей-то жизни, можно назвать поистине благородным делом. Ведь, как говорят сами врачи, донорство помогает не только больным, но и самому себе чувствовать себя лучше и бодро». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!